Я не откуда, я с кухни пришёл. Понятно тогда. С кухни пришёл. С кухни? Ну да. Ну вы спрашиваете откуда, я вам отвечаю. Вы русский человек? Вы русский человек. Да, русский. Ну а чё ж так спрашиваешь? Вас интересует не то, откуда я пришёл, а где я нахожусь. А где вы находитесь? Я нахожусь в городе Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Достаточно? Достаточно. Да, достаточно. Мы пришли сюда возвестить радостную весть, что Иисус умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. И дарует прощение грехов. Чтобы люди жили по Евангелию. Чтобы люди жили по Евангелию. Понятно, понятно. Ладно, удачи, дед. С Богом. Вот это удача, что вы одеты и встретился. Тут половина голые мужики лежат. Половина мужиков в рулетке голые, голые, раздетые. Раздетые. Здесь в рулетке половина голые. Знаю, я смотрел ваши ютуб-ролики. Вы издевались над каким-то молодым человеком, ругали его. Ну да, за что? Где он сейчас, вот тот молодой человек из Украины? А, вот, все, наверное, Никита Колесников. Не уверен, не помню, как зовут. Никита, Никита. Никита. Ну, все, значит, ругали. Если он ничего не умеет делать и только портит, я обязан наставлять. Он ко мне приехал, я хозяин здесь. Я его пою, кормлю, я должен думать о нем. А где он сейчас? Город Борисполь, по-моему, Украина. А он уехал, да? Уехал. Он пробыл пять лет, ему сейчас 30, и его в армию не возьмут. И все понимают, как хитро поступил. Он терпел все. Хорошо. Вот смотрите, вопрос вам, наверное, будет религиозный. У вас стрим сейчас? Ну, время давайте есть. А у вас стрим сейчас идет? Что за стрим? Записывает, записывает. Записывает, у нас всегда записывается все. Так у нас, что тут, какая тайна? Мы же не какие-то государственные преступники. А если я не хочу быть на Ютубе? Ну, и до свидания на этом. Что хочу? Это не Ютуб. В Ютубе я каждого спрашиваю. А здесь вот так мелькают. Тут и спросить даже нет. Понял. Я спрошу вас, но нет для Ютуба. А здесь у меня нет. Без Ютуба ни в чем. У меня запись идет. Все время идет запись. И поэтому... Вот если вы в Ютубе зайдете, я вас буду спрашивать. А вы скажете, а я не желаю. Я сразу нажимаю кнопку «До свидания». У нас правила определенные. Хорошо. Вопрос у меня следующий. Вот я здесь встречался с христианином уже на чат-то рулетке. Он произвел на меня негативное впечатление. Он мне говорил что-то типа «Я там буду гореть в аду». Там что-то такое. Так, я вам отвечаю. Конкретно мы не знаем, будет он гореть или не будет. Но Слово Божие говорит Евангелие от Матфея 25 глава. Господь отделит козло под овес слева и справа. И стоящим справа скажет «Войдите в радость господина своего в рай. Я жаждал напоили, алкоголь накормили, болен посетили, в тюрьме навестили». А когда мы видели? Господь говорит «Одному из малых сих помогли, это мне». А стоящие там, не посетили, не навестили. И пойдут они в муку вечную, где плащ искрежет зубов и огонь. Это написано. Он человек ответил правильно вам. Другого нету. Впрочем, это, знаете, не только в христианстве. Ну, те, от каждого, который тут приходит, я им говорю, вот смотрите, я принес вам закон Божий, что Иисус умер за нас и воскрес. И там написано, не какой-то Бог, а наш Бог, который спасает. Иисус умер. Он говорит «А я мусульманин». Я показываю, это твоя книга. Твоя, в это веришь? Верь, я тебя не трогаю. Но в Библии определенно сказано, 4.12 Деяния апостолов. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого имени. Ты подходишь под это? Так это как про нас. Дальше. 3.36 Евангелия Тиана. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Теперь, Галатам 1.8. Если мы, апостолы, или ангел с неба, будет говорить не то, что мы говорили, а анафима, то есть проклятие. Я свою проповедую книгу. Да как так? А мы не признаем? Решай. Я прочитаю. Мне не сказано, иди делай выбор, если это мусульмане. Ему не говорят, он голову отрежет. Я проповедуюсь по своей книге. Мы зарегистрированную общину имеем. Библия – это центральная книга христиан. И весь ответ, который вам так ответил, он, я не знаю, как ответил, но ответил правильно. Неверующий в Сына Божия будет вечно гореть в огне с дьяволом. Это говорит, вся Библия об этом говорит. Господь скажет, отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный. Я никогда не знал вас. Делать или беззаконие. Да, видите, как-то не верится в такого бога-психопата. Мы сказали, спорить не надо. Спорит, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Да. Вот другого нет. Я солгу, а написано всякая лошадь дьявола. Дьявол – отец лжи Евангелия Тиана, 8,44. Дьявол – он лжец. Есть такой интересный ролик сейчас в интернете. Называется «Интервью с дьяволом». 12 минут. Зарядите, посмотрите. Дьявол настоящий. И как он отвечает на все вопросы в лесу. Журналист сидит, и он ему все показывает. Интересно такое он. Сидят они, а в это время дьявол-то берет, откусывает, сигару достает. А журналист – вы курите? Он захохотал и говорит – вы спрашиваете того, кто это придумал? А кто вы такой? Он записывает. Он сразу нахмурился. Я в другом государстве. Немножечко вернемся. Давайте. Немножечко вернемся. Не верится в Бога психопата. Бог истинен. Он есть. Бог есть дух. Имя его – любовь. И когда первый мир Бог потопил в 1656 году от рождения, от сотворения Адама, этому имя было Бог – любовь. И когда Содом и Гоморру сжег вместе со всем, что было… Каким своим качеством вы гордитесь? Ни с кем. Гордость от сатаны. У меня брат родной священник. У нас в церкви начинают. Там вот у папа, у такого там вертолет, там машина. У нашего батюшки ничего нету, кроме велосипеда. Хорошо, следующий вопрос. Опишите ваш лучший день за последние четыре года. Сегодняшний день самый лучший. Потому что он еще лучше вчерашнего был. И каждый день я молюсь. Я на пенсии, 81-й год. У меня время есть. Семикратно в день. Три сметое и сто поклонов. Девять раз. Утро вечернее добавляем еще. А у мусульман пятикратное. Вы прям как спортсмен. Ну, так написано, я верующий. Что вас беспокоит сейчас? Ничто меня не беспокоит. Я предался в руки Божии, и он делает как ему угодно. Вот представьте себе, в это время, в советское время, 86-й год. 1986-й год. Я знаю, у людей нет книг. Я начинаю доставать книги с трудом. Каждую книгу насчитываю на пленке. И у меня 10 магнитофонов, маяк 205. Записываю две дорожки в одном направлении, скорость 19. А слышать на 4,7. Спасибо, спасибо. Я повторяю. Вопрос. Понимаете, я насчитываю 50 книг автор. Архипелаг ГУЛАГ. Солженицына. Беру интервью репрессивных, и меня спрятали. Я только освободился в 87-м году в марте месяце. Да, вот такой вопрос. Объясните 8-летнему ребёнку, что он приёмный. Приёмный откуда? Что он не родной. А зачем объяснять, если это родной? А если он не родной, я ему объясню. Мы тайны нигде не делаем. Не надо делать тайну. Знаете, вы задали вопрос. Теперь смотрите. В первую очередь, разбираюсь я в детской психике или нет. По милости моего всемогущего Бога, Иисус Христос, положил мне на сердце. Я не теоретик, практик. Вот Нургалиев, министр внутренних дел, говорит, в стране 3,5 миллиона беспризорных. Я образовываю лагерь. И бессменный его создатель и организатор и директор. 45 лет. И 3 года сейчас в новом формате. 48. Не рубля от государства. Тысячи детей. Не рубля. Вот. 21 тысячи поселений исчезли. Исчезает государство. Что сделали? Мы получили землю, бывшие деревни, а там 20 лет ещё не было. Статус. Строим первый дом из пластов земли. Теперь нормальные дома стоят. Всё как надо. Школа государственная. Первым делом храм. Вот конкретно. Говорят, в преступной стране я иду в тюрьму. Я помогаю 18 лет. Заношу, что не хватает вещи. Выступаю по рации. 18 лет ни копейки я не получаю. Народ невежественный. Я иду и преподаю одновременно в пяти университетах. В 13 школах. Во всех отделах милиции. Все техникумы, заводы и фабрики. Почему? Бесплатно. У нас в церкви не ходят с тарелочкой. Ни за свечи, ничего у нас не берётся. Десятина. Всё покрыло. Вот и весь ответ. Конкретное дело, и я в него сразу же вхожу туда. Хорошо. Такой вопрос. Опишите интересную задачу и расскажите, как вы её решили. Задачи я не придумываю, сама жизнь ставит. Вот, допустим, ко мне обращаются. Ну, если я в сайте отвечаю на 4124 вопроса студентам, я одновременно веду регулярно, еженедельно. И воскрес. И зовёт всех к покаянию, чтобы благодать Божия была на нас. Жили свято. Не сквернословили, не блудодействовали. Там впереди Божий суд будет. О чём Лермонтов писал, есть Божий суд на перстнике разврата. Потому что сегодня всё блудодеяние затянуло. Вот эта рулетка. Вот это Содом и Гоморра. Иисусу Христу. Мы пришли с великой радостной вестью людям. Что на землю сошёл Иисус Христос, 2019 лет назад родился, и умер за грехи людей, и воскрес для нашего оправдания. Кто будет каяться и никогда больше назад не возвратиться на прежнюю греховную жизнь. И вот мы находимся здесь для того, чтобы эту радостную весть спасения возвестить людям. Господь даром даёт спасение. Потому что Он есть второе лицо Троицы. Любящий Сын Единородный, Бога Отца. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете зайти. Мы можем скинуть вам большие ресурсы. У нас YouTube, очень большой канал, сайт. Там ответы на тысячи вопросов. Даю ответы. Спасибо, дедушка. Очень много. Вы можете зайти. Спасибо большое за информацию. Вы не знаете, что отрицать, если не знаете. А вы один раз посмотрите на наш канал, зайдите. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Обязательно. Будет время, обязательно посмотрим. Это огромный-огромный ресурс. 17 400 роликов. Мы строим деревню православную с нуля. Видите? Да. Хорошо, дело делайте. За грехи людей воскрес. И зовёт к покаянию, чтобы мы начали жить для Бога. Не сквернословили, не блудничали, не воровали, а на помощь ближнему стремились. Это так должно быть, по слову Божию. Такого не будет, люди изменились. Что? Такого уже не будет. Ну да, сколько есть. Но находятся люди здесь. Не все голые мужики валяются. Это уже люди. Тут процентов 90 в рулетке мусульман. Это мусульманская рулетка. А у нас другая книга. Я им показываю. Вот это? Ну да, Коран. Я говорю, считай, что написано. Баран. Считать-то ни один не может. Ленивые. А зачем мы здесь? Я их спрашиваю. Ну зачем вы здесь? Ну вот это, познакомиться. Зачем познакомиться-то? Чего ты лукавишь? У тебя дома 4 жены разрешённые иметь. И за каждую колым платить надо. А тут 44 голые и даром. Вот вы теперь, южные жеребцы, на северных кобылах и пашите. Ну правильно, да. Правда есть. Мы свидетельствуем о Боге. Так жить нельзя. Любовь Божию отвергать. Безумие. Притом Господь тебе не спрашивает, что ты делал. Покайся, и всё с тебя снято. И впредь туда не возвращайся, как пёс на блевотину. Это жизнь. Если жизнь, человек, жизни не знает, для чего живёт, что с ним будет. Вот меня за слово Божие сажали. И опять тюрем прошёл. И я видел, как убивают людей, что там делается. Строго режимный лагерь. Это здесь он широкий такой. А там размажут в один день. А ко мне ни один пальцем не прикоснулся. И каждый день с 8 до 10 я проповедовал. Это Бог так делает. Потому что я там нужен. Следователь мой обратился, принял крещение. Если у вас будет желание встретиться, узнать больше, вы только два слова запомните, я скажу, запишите их. Два слова. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Это я. А если вы зайдёте на канал, Игнатий Лапкин. Лапа, Лапа, Лапкин. Уменьшительная. Л. Лапкин. А если добавите канал во свете Библии, к Игнатию Лапкину, откроется наш канал. Канал очень большой. 17 600 роликов у нас. Мы строим деревню православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Вам будет очень интересно. Вы по скайпу зайдите, по скайпу, Игнатий Лапкин, я один там, и я вам все материалы скину. Хорошо буду знать. Вы будете благословлять этот день, что наша встреча произошла. Спасибо вам. У нас огромный-огромный материал. Там у меня 38 моих книг, которые вышли.